Несмотря на свои тончайшие переходы, он все равно был очень скульптурный человек, каждый объем читаемый. В всех работах да Винчи фон всегда серый, и он всегда чуть ближе к темному. Посмотрите, мы притемнили, и оно само засветилось лицо. Воздушная перспектива создает ощущение, знаете, что-то такое средневековое, что-то такое вкусненькое оттуда. Чтобы возникла воздушная перспектива, мы должны были вот здесь немножко сделать посветлее, а дальняя часть, как раз вот эта вот линия и не нужна, ее надо аккуратно карандашом резинкой успокоить. Вот это место, вот чуть-чуть, я вот сейчас просто посмотрел, думаю, как же классно сделано, но вот буквально вот какое-то движение, вот смотрите, вот ваша полосочка, да, а вот немножко вот более выгнутая ее полосочка. Немножко горбика ей прибавить надо. Вот, да, 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 верхнюю часть горбика, чуть-чуть, это вот буквально, я даже не представляю, насколько это, это миллиметр, может быть 0,5 миллиметра. Но вот это вот место, оно как раз создает ощущение, что у вас нос такой немножко русский, да, а здесь наоборот, он такой более выступающий, такой римский нос. Смотрите, вот у нас вот дальний глаз, да, все-таки, смотрите, какие очень четкие нижние веки, об этом просто не забывайте, что он, несмотря на свои тончайшие переходы, он все равно был очень скульптурный человек, он так вот, у него все встроено, все стоит на своих местах, каждый объем читаемый, то есть вот шар вот этот идеально читаемый, все вот, и это здесь все, ну, умнейший был дядька, конечно. Немножко, мне кажется, вот щека, она у вас немножко такая, ну, надо чуть-чуть. Покруглее, вот сейчас вижу, хорошо, вот видно, что сейчас она покруглее, чем в оригинале, вижу, вижу прям. Да, попрямее немножко ее сделать, потому что у вас такая, она прям такая, прям такая девочка-девочка, а здесь уже девушка. Для того, чтобы создавать объем, да, очень хорошо помогает такая вещь. Мы сначала, прежде чем давать объем, мы просто берем и темным кольером, ну, в смысле, графитом чуть-чуть притемняем фон. Посмотрите, на всех работах да Винчи фон всегда серый, да, то есть он не черный, не темный, не светлый, он посерединке. И он всегда чуть ближе к темному, то есть для чего, чтобы у нас светлые места автоматически выходили. Вот смотрите, мы притемнили, и оно само засветилось лицо. Здесь тень сформировали, да, и у вас макушечка засветилась сама. То есть вот эти места. Уже как бы, уже вот мы на данном этапе начинаем объем. Потом, конечно, берем там светлое и начинаем немножко лоб высветлять, не спеша. Какая есть возможность, работайте карандашом-резинкой. То есть высветлять светлый карандаш, он, это последние две минуты работы. Когда вот мы только красоту пытаемся добавить, да. То есть вот здесь вот на щеке чуть-чуть вверх высветлили, здесь немножко высветлили. Подбородочек сверху немножко приподняли. Здесь немножко вот эту носогубную складочку здесь высветлили. И вот у нас, смотрите, уже объемное изображение. То есть настолько правильно все ведете, что вот вообще вопросов нет. Мы сначала притемняем фон. Сюда он нам дает возможность и это притемнить, и это притемнить, и на шее притемнить. Но начать нужно всегда с фона. Для чего? Чтобы у нас все-таки воздушная перспектива Постоянно создавалась Если мы ее потеряем Тогда и кайфа от работы не будет Будет все время обычный портрет А вот воздушная перспектива Создает ощущение Что-то такое средневековое Что-то такое вкусненькое Оттуда дышит стариной Двигается, конечно, медленно В том плане, что времени мало Но когда начинаю, честно То я прям вот, конечно, забываюсь И я прям ухожу, ухожу в это Но я прям не могу остановиться, правда Потому что вы мне, как сказали Там вот со складочками поработайте И я прям, я их вот рисую Я их вижу, как они лежат Вот прям вижу их объем И я прям вот увлекаюсь, увлекаюсь И не могу остановиться Смотрите, если мы Вот еще немножечко Вот так вот притемним фончик Совсем чуть-чуть Потом, смотрите Вот эта дальняя складочка Чуть-чуть упростите ее Немножко размойте Она не должна быть такой жесткой Складки у нас должны быть контрастные Ясные, да? Вот чуть темнее, чуть проще Вот эта вот складочка Чуть темнее, чуть проще Вот немножко вот так вот берем И успокаиваем Чтобы вот светлые места Стали чуть потемнее Чуть поразмытие То есть, видите Я их немножко специально Вот эту резкость убираю Совсем чуть-чуть И они сразу уходят назад Вот эти вот места Успокаиваем Слишком резко И они как раз рвутся вперед И начинают спорить с передним планом Здесь то же самое Берем вот эту ногу, да? Вот здесь темно А здесь светло А надо было по технологии Чтобы возникла воздушная перспектива Сделать наоборот То есть, мы должны были Вот здесь вот немножко сделать посветлее Вот эта нога светлая, да? У нас вот колено Чашечка, корень вот такая Почетчик Ну, максимально светлая Это чуть-чуть близко к нему А дальняя часть Как раз вот эта вот линия И не нужна Ее надо аккуратно Карандашом резинкой успокоить Слишком резко И они вырываются вперед Оно должно сливаться С внешним фоном А передний план Мы, конечно, берем И делаем поярче Поконтрастнее Вот, вот эта нога Вот это место И смотрите Это яркая Сочная Светлая Перспектива За которой мы Так сказать Гонимся У нас, смотрите Какое правило Есть световые места Это самое белое Есть тени Это самое темное А фон всегда средний Средний И все-таки Если даже он Средний по тону Он всегда Чуть ближе К темному Почему Для того Чтобы мы За счет Введения Светлого Колера Светлых Каких-то элементов Белого карандаша Увеличивали объем Если у нас фон Будет Слабо серый Еле заметный Очень сближен С белым То будет все время Ощущение Что нет объема Что как-то Плосковато все выглядит А сейчас Смотрите Вот уже У нас абсолютно Абсолютно Объемное изображение Почему мы всем говорим Избегаем Ни в коем случае Никаких линий Как только По этой линии В воздушной перспективе Наступает конец